всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшняя тема технологические жидкости но если быть точнее это даже не тема целый раздел про технические жидкости сегодня я лишь затронул тему про охлаждающие жидкости что такое охлаждающие жидкости в целом также к техническим жидкостям относятся это масло тормозные жидкости ну и там где-то пару слов про незамерзайку этот когда если это мы можем залить и незамерзайку то есть если лето мы можем в бачок залить и обычную воду чтобы очистить стекло от грязи то зимой мы изливаем незамерзайку чтобы также чистить стекло потому что зимой вода как правило замерзает ну посмотрим вот а так то говоря еще технических жидкостях к ним относятся масло но про масло я уже рассказывал в одних из своих предыдущих видео ссылки соответственно еще будут в описании к видео вот сделал я раньше потому что у меня ранее просили о рассказать про про масла поэтому я и маленько с небольшим опережением сделал сперва масла уж потом про технические жидкости а вот также попрошу перед началом основной часть данного видео подписаться на мой канал пишите комментарии а ну как сказать об этом видео об их предыдущих видео если вы видите какие-то ошибки или наоборот предложение пишите я с удовольствием буду читать и анализирует чтобы будущем их не допускать также пожалуйста поставьте палец вверх перед началом этого видео также добавлять ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад я уже есть помимо youtube этом вконтакте в инстаграме и в других сайтах drive 2 например также обращайте внимание на подсказки которые я ставлю перед видео во время видео и после видео тоже поставьте колокольчик чтобы я чтобы вы не пропускали мои новые видео вот ну что ж начнем основную часть данного видео и так охлаждающие жидкостя классификация охлаждающих жидкостей но эту классификацию которые вы сейчас видите я как сказать нашел в интернете они конечно есть и сейчас но медленно наверно уходят в прошлое поэтому это скажем так своего рода образец и так вы видите на вашем экране таблицу где написано наименование антифриза описание запитает свет примечание ну что ж начнем антифриз g11 силикатный то есть в основе его лежит и силикатный материал традицион коллинг переводится с английского на русский как традиции традиционное охлаждение дальше антифриз g12 также просто основывается на каракасид ногу то есть материал караксидный дальше идет антифриз g12 плюс вот значит суть чем заключается это гибридная технология но по сути то что я говорил про g11 и g12 вот это гибридной технологии равняется силикатный плюс каракасидный вот дальше идет антифриз g12 плюс плюс с 2008 года его дальше производить с 2008 года основывается он органическая основа плюс присадки ну вообще что такое присадки уже говорил в одном из своих видео там про масла но суть остается той же в будущем я планирую прямо сделать отдельные видео на эту тему но оба все по порядку и последний это антифриз g113 вот производится со 2012 года это пропилен глагольная основа пропилен глагольная основа вот но и примечание конечно я написал только менять один раз в два года над антифризом g113 но хочу отметить то что это относится по крайней мере рекомендуется рекомендуется делать все со всеми антифризами вот так же еще хотелось бы сказать протасол то есть что-то что антифриз они выполняют одну и ту же функцию также чем отличается по большому счету теперь антифриз он скажу так более качественней чем тассол если антифриз это скоток импортный продукт то тассол это наш российский производитель вот так же помимо всего этого хотелось бы сказать то что обращайте внимание на те книги скажу так от завода изготовитель вашего автомобиля ведь далеко и и пишут не дураки а умные люди ну по крайней мере посмотреть лишний раз может они правы может другие ничего нет универсального кто-то прав кто-то нет это нормально вот но этим дальше чем отличаются современные антифризы это пакетом присадок то есть и по сути и что в новых что в старых антифризах они есть вот просто отличаются качеством то есть считается новые модели антифризов должны быть лучше качестве чем своих предшественников вот и вот собственно небольшая перечень из них это антикоррозийность антипенность антикислить антиокислительность и антигравитационные вот то есть по сути что это антикоррозийные то есть антифриз в основном эта жидкость и в основном в этот химический состав все равно входит вода а вода делает с металлом что правильно окисляет металл тем самым подвергая коррозии то есть металл начать ржаветь и вот собственно это присадка который не позволяет это делать ну я уже прописал про присадки говорил вот в одном своих предыдущих видео ссылки соответственно стены будут в описании и а так дальше антипенность так вот в чем заключается простая вода или например ну смыльная вода вот например когда вы там мойте руки или еще что это делать и то есть мойте руки еще применяйте мыло да вы замечаете то что жидкость начинает пениться шампунь еще что то так вот если бы не было бы этой присадки то жидкость все то есть антифриз в системе охлаждения пенился а эта присадка предназначена для того чтобы антифриз не пенился вот и все и антигравитационные то есть жидкость должна циркулировать по скажу так своей жидкостной системе охлаждения и никуда больше не деваться но это простыми сам простейшими словами вот эти дальше пакет присадок с балансированный и в случае нарушения композиции за счет быстрого расхода одной из компонентов охлаждающей жидкость скрещено уже отрицать утрачить свои свойства охлаждающая жидкость произведено по традиционной технологии это образует на поверхности металлозащитный слой 0,05 миллиметров дальше защита металла от коррозии это слой одновременно значительно уменьшает тепло проводность до 50 процентов за счет уменьшение тепла теплопроводимости это приводит к ускорению износа двигатель двс а потеря мощности и увеличение расхода топлива силикаты и нитраты очень быстро из истощаю истощаются и через 30 40 тысяч километров пробега автомобиль охлаждающей жидкости практически полностью теряет свои защитные свойства то есть подытожим что я прочитал простыми словами то есть охлаждающая жидкость предназначена принимать на себя основную часть тепла двигателя который двигатель вырабатывает вот и циркулируя по всей системе охлаждения то есть система охлаждения располагается как в самом двигателе так и на радиатор то есть вот охлаждающая жидкость нагрелась допустим там где-то свыше 90 до уже включается скоток клапан которая гоняет жидкость как по внутреннему кругу так и по внешнему так вот если эта жидкость нагревается свыше 90 градусов то открывается внешний клапан двигатель и уже охлаждающая жидкость выходит наружу то есть в радиатор вот а это вода который то есть а тот антифриз который находится в радиаторе то есть скажем наружу он наоборот заходит в двигатель тем сам охлаждается двигатель вот так же и все это ну где-то приблизительно 50 процентов охлаждающая жидкость может и даже должна принимать на себя тепло вот даже какой-то процент берет на себя и масло которым я уже говоря в одном из своих предыдущих видео ссылка соответствующих будут в описании вот охлаждающая жидкость как масло то есть масло берет на себя тоже тепло какой-то процент это же как выводит вымывает из-за двигателя это тепло вот так же время про скажу так через сколько надо менять а если охлаждающая жидкость базируется до силикатным и нитратным с контакт основе то лучше менять и через 30 40 тысяч километров пробега как-то узнать да очень просто то есть вы берете канистру с антифризом и смотрите на обратную сторону если встречаете надписи со силикатным добавками или нитратами то лучше менять антифриз через 30 40 тысяч километров вот вот это уже более подробно а это самая основа самый базис вот но что хотел сказать в конце подытожим то что основное предназначение охлаждающей жидкости именно то чтобы охлаждать двигатель от перегревов как минимум на 50 процентов вот так же есть скоротах охлаждающей жидкости как то сол антифриз они одинаково выполняют эту задачу то просто антифриз он более качестве не выполнять свою задачу чем посол а вот и скажу так вот я при привел пример на основе силикатные силикатов и нитратов охлаждающей жидкость то лучше менять и как минимум через 30 40 тысяч километров пробега да есть и антифризы еще более лучше я не спорю вот но разница между тем этим это в цене там же кому как нравится но будьте внимательны потому что подделки есть везде вот также еще раз хотел бы попросить вас чтобы вы подписывались на мой канал писали комментарии по поводу этого видео моих предыдущих показать где мои ошибки чтобы я их проанализируют больше не допускал вот так же можете предлагать свои темы чтобы я тоже их делал дальше пожалуйста поставьте палец вверх это заслуживает положительных эмоций также добавляйте ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад также обращайте внимание на подсказки в начале в середине и в конце видео также поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео вот а также хотелось бы сказать то что обращайте внимание на книги которые прилагаются к вашей машине от завода изготовителя ведь далеко не дураки и пишут вот тем более если идет речь о советской литературе то есть если машина была сделана во время ссср то стоит как минимум к этому прислушаться или как мы или хотя бы прочесть страничку другую чтобы ваш автомобиль как можно дольше служил вам но на этом все все спасибо и до новых встреч